Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана. Это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана. Это половинь судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом месте с вами на телеканале Вот. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Воскресенье. Время передачи второй план. И сегодня выпало нам счастье вести свою нашу с вами беседу в светлое пасхальное воскресенье. Весь христианский мир празднует один из лучших, самый главный свой праздник – светлую Пасху. И при этом все говорят «Христос воскрес!», отвечают «Воистину воскрес!» и трижды целуются. «Христос воскрес!», друзья мои, звоните к нам в передачу сюда и говорите «Христос воскрес!». Будем с вами целоваться троекратно, да? Наш номер по-прежнему – 971-19-11. Сам Бог, как говорится, велел пригласить сюда в студию священнослужителя, но для них это, видите, рабочий день, очень такой загруженный. Всю ночь и весь день они все заняты проведением встречи этого праздника. Поэтому я пригласил сюда человека, который, в общем-то, может будет рассуждать о Боге как почти на уровне церковнослужителя, да? Это музыкант, писатель, философ по жизни. Александр Рокин, друзья мои, встречаем Александра Рокина. Александр, Христос воскрес! Воистину воскрес! Всех поздравляем с этим замечательным праздником, Светлой Пасхи, желаем светлой жизни. Надеемся, что с этой Пасхой придет любовь, надежда, свет, и будет все гораздо добрее, будет меньше агрессии. Да будет свет, сказал монтер. Александр, а вот скажи мне, ты музыкант, и не просто музыкант, ты не классический музыкант, а ты рок-музыкант, который, собственно, выбрал стезю свою такую мистика, такую роковую. То есть есть такие замечательные, замечательные мировые примеры, как Питер Гэбрилл, это один из любимейших моих кумиров, да? Не создавай себе кумира. Нет, грешен, батюшка, создаю себе кумира. Нравится Брайан Адамс, мне нравится Пинк Флойд, мне нравится Питер Гэбрилл. И благодаря тебе, Александр, я послушал Эдмунда Склярского, пикник. То есть я так был наслышан, что есть команда, играющая иероглифами. Да, то есть я понял, что это, наверное, те ребята, которые могли бы меня заинтересовать. Но что-то я не свернул ни в ДК Ленсовета, ни в Октябрьский, когда они играли. А вчерась откопал мне там 135 треков из разных альбомов, из разных времен. И послушал, думаю, чем Санька Рокин занимался до того, как написал песни, мудрые песни о нашем с вами прекрасном городе в Санкт-Петербурге. И одна из этих песен досталась мне, друзья мои. Первая наша знакомство с Александром состоялась именно дома у Анатолия Николаевича Васильева, у папы, да, у папы, поющий гитар, то есть первый наш рок-музыкант в Советском Союзе, Анатолий Васильев и мы у Анатолия Николаевича, как раз с Сашей встретились. Ты там что-то с ним... Да, мы с ним как раз и делали аранжировки с этой песней, Петербургской Рапсодии, которая это замечательно исполнила. Вот мы с ним занимались этим делом, он помог. И вот мне потом, ты ее послушал, думаю, Санька такой, стал слушать твои треки уже, которые ты сам пел, и думаю, Санек-то такой, мистика такой, ох, ушел такой в протест какой-то, да? Вот я хочу тебе сказать, да, по философствам сегодня. Вот смотри, праздник православных, всех православных христиан. И вот православные христиане – это ортодоксы, ну, то есть люди, которые посвятили свою жизнь, да, верованию Господа Бога нашего, да? А ведь начинается, человек рождается с Божьей помощью, да, рождается на этот свет белый, рождается чистым, да, ребенком невинным. И только попал в нашу сваленную среду, друзья мои, и сразу же первый грех смертный человек окутывает – гордыня, да? На уровне вообще не сознанки, не подсознания, а на уровне ДНК, на уровне, да, под клеточным, клеточным уровнем, он сразу хап, игрушек, мне, дай, 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 первое, да? А вот этот жест делает ребенок. Тем не менее, родители, даже если которые не очень веруют, да, не считают себя ни верующими, ни атеистами, да, идут в церковь и в свое время под покров Господа крести своих детей, чтобы, не дай Бог, в этой жизни не заболел, чтобы Господь мог быть покровителем в трудные минуты этому ребенку. Сознательно все, конечно, происходит. Да, понимаешь, то есть это происходит вот так, да, что люди кричат, я не верую, в физике есть такие астрофизики, которые знают, что да нету там ничего. А раз и крестится, когда что-то срослось в его этих формулах, и он получает Нобелевскую премию, говорит, Господи, спасибо себе, пусть даже не показывает, что, ну, внутри себя он так это делает. И мне любопытно, что мы, друзья с вами, находимся вот в вечном конфликте. В вечном конфликте с самим собой, да. И на этом фоне вот, то есть этот конфликт нас с самим собой породил вот такие понятия, как добро и зло, да, геройство-предательство, да, соседствует рядом, любовь и ненависть, да. То есть вот кто придумал, кто основоположник конфликта, сам Господь? Здесь же, понимаешь, вот мне кажется, что конфликт, у любого конфликта, как правило, есть две стороны как минимум. Вот о чем ты сейчас говорил, ненависть, любовь, добро, зло, всегда какие-то противовесы. Мне кажется, вот этот конфликт заключается, конфликт заключается в том, что у нас есть полярность. То есть мы себе противопоставляем что-либо, и мы начинаем конфликтовать с этим. Если я да, то там нет. Мы с этим нет, начинаем конфликтовать или наоборот. То есть чтобы избежать этих самых конфликтов, мне кажется, необходимо не ставить, не устраивать для себя противовесов, не устраивать полярность. То есть или их не замечать, игнорировать, или идти к ним навстречу, или с ними как-то стыковаться, как с соседями, которые тебя докучают, понимаешь? С ними же невозможно всю жизнь не ладить. Ты просто попробуй их отпустить, да? И конфликт перестанет. Ты перестанешь их замечать. Они в конечном итоге немного слабнут. Так или иначе, постепенно, со временем приходит вот эта притирка. И так с любым конфликтом. Конфликт с самим собой, тоже самое аналогично. Конфликт со сковородой, которая пригорает, и не дает тебе спокойно пожарить картошку. С любой вещью, понимаешь? Это со сковородой, это с самим собой. Ты думаешь, что она пригорает. Это предмет, который... А ты возьми оливкового маслята, добавь. А сковорода все равно чертовски вот так устроена, пригорают. Есть такие сковороды, что это пригорают. Да, мы с Александром шли тут от метро и философствовали до нашего канала. И мы вот как раз разговаривали. Говорю, Санька, а вы смотри, вот этот конфликт с самим собой, веруя-неверую, да, вот он является порождением нового, всего нового в искусстве. Понимаете? Не было бы конфликта. У нас бы были бы... То есть мы жили бы 10 заповедей, мы соблюдали бы. Вот честно, как завещал нам Отец наш, да? Мы бы соблюдали. И у нас бы окружали нас красивые Рублевские там или еще там Троицы, да, красивые картины живописные, да. Не скрою, я в церковь хожу только для того, чтобы иногда почерпнуть вот духовность, духовности. Я не понимаю, там все говорят, вот намолено, намолено там. Да, намолено, но это, наверное, не то, зачем иду лично я. Намолено это значит, там кто-то просит за кого-то, и все равно это просит. Это для меня лично это какая-то степень собственного несовершенства и какое-то унижение. Но это опять же гордыня, да. Я иду туда, чтобы окунуться в красоту, в прекрасную, да, храм. Божий храм, не зря их основоположники, не зря вот рисовали в храме самое прекрасное, светлое и доброе, да. И за этим, да, светлым и добрым лично я хожу, когда есть время. Я, например, аналогично, но у меня какая еще есть потребность. Я в церковь хожу тогда, когда я чувствую, что не могу туда не пойти. Значит, не хожу туда по работе, по работе, как, например, с утра пошел, вот я обязательно должен идти. Не по принуждению, не искусственно, а естественно, потребность души. Когда чувствую, что я не могу туда не сходить. Я иду, и тогда это все происходит в гармонии, в чистоте и в свете. Когда нет вот этого, опять же, конфликта, о котором мы говорили, когда ты заставляешь себя идти, потому что это надо. Тогда это не приведет ни к чему хорошему. Я вот так думаю. Смотри, Саня, книга книг, да. Книга книг. До того, как ты свою начал писать, «Город Серем», было написано там две тысячи лет. Слышал, слышал. Книга книг. Которые там все говорят, вот какая ваша настольная книга. И вот так человек пафосный, или типа там, да, немножко отлукавенки в глазах, и говорит, Библия, да. Библия, да Библия. Я открывал. Написано мелким шрифтом, и витиеватым языком. Аравийским там, я не знаю, каким-то языком. И все вот эти имена детей божьих, еврейские имена, я не имею против ничего. Даже если бы это русские, или еще какие-то мусульманские имена были бы, все равно их не запомнишь. Их столько много-много-много, и этот сказал, этому этот, этот. Но это все семейная, видно, традиция, да. До Христа, да. Нужно было знать, кто были про-про-про-про-про-про родственниками. И после, да. Это отвлекло. То есть, я так и не понял. Я смотрю, как американцы, вот эти вот, которые садятся за стол семьей, вот они чтут, чтут этот праздник, да. Я знаю, как у наших, в наших русских семьях, есть люди, которые все делают, ну, по-божьей, так скажем, да. Ну, это, значит, потребность. Это все равно, значит, приходит у них естественным образом, понимаешь. Чувствуется, что человек не напрягает себя в отношениях с Богом или с церковью. Это чувствуется, что люди вот так вот живут, такой жизнью. Это их выбор. Это не то, что даже их никто не заставлял. Они сами выбрали этот путь. И это им близко. Но есть такие люди, которые заставляют себя сказать, им что-то надо. Вот, например, праздник, им надо обязательно сходить. Надо сходить, перекреститься, прочитать молитву. Вот это уже другие отношения с Богом, понимаешь? Все понял, да. Звонок у нас первый есть. Звоночек. Здравствуйте. Направьте нас на путь Божий. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Петрович. Виктор Петрович, Христос воскреск. Это должно быть как сликтов в церкви. Еще раз. Почему? Потому что наука движется вперед. И люди в науке, они идут прямо к Богу. Они изучают то, что Бог создал. А вот церковь, она топчется на месте. И в конце концов, она проиграет. Что Кирилл говорит? Он ни о чем говорит. Он вообще говорит и ни о чем. А наука, она, конечно, двигается вперед. И ученые люди, светские люди. А в церкви нужно брать пример. И нужно находить общий язык. А не говорить одно и то же. Людям уже это надоело. Спасибо большое, Виктор Петрович. Вы молодец. Христос воскрес. Мы с вами ночью сегодня как-то были через Бога связаны. Я вот тоже смотрел выступление Кирилла. И я думал, что церковь еще до Кирилла, до, 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 еще с тех времен, когда жгла Джордана Бруна во времена Великой Инквизиции, вот я считаю, что это ошибка церкви сжигать, там, поджаривать ведьм, да. Каждый человек тогда пытался, но не каждый, то есть, так Богом все равно это же от Бога были эти первые попытки летать, первые попытки оправдать все существующее, земное и неземное, да. И за это нельзя было вешаться и казнить. Это была ошибка. Это была ошибка. Держать вообще в страхе. Человек и так в страхе. Он рождается и сразу, он сразу боится. Я же говорю, что человек всю жизнь живет в страхе.